В стесненных условиях вынуждены жить в Павлодаре женщины, пострадавшие от бытового насилия и оставшиеся без определенного места жительства. Кризисный центр, где они нашли временный приют, переполнен до отказа. Ситуация усугубляется с каждым днем. Развитие темы в материале моего коллеги Ербола Абишева. Надежда Командирова три года назад вернулась из мест лишения свободы. С двумя детьми на руках какое-то время жила у родственников. Потом они ее выгнали. Пришлось скитаться по подъездам. В итоге попала в кризисный центр. Здесь ее дети в тепле и накормлены. Единственное, что здесь тесновато. То, что спим по двое. А так вроде бы претензий такого нет. Вот сейчас в данный момент у нас 33 человека. Нет изолятора, где можно определить больных детей. И создать условия для, как бы сказать, бытовые. Хотя бы для этих женщин. Ежегодно через кризисный центр проходит до 600 женщин. Некоторые из них возвращаются к нормальной семейной жизни. Но у многих даже нет документов. Им идти некуда. Хотя центр рассчитан всего на 18 человек. Постояльцев здесь вдвое больше. Стараемся все проблемы, которые социального характера, медицинского, разрешить. Но по размещению, ну как-то выходим из положения уже. Вы, наверное, видели в приюте двухэтажные уже кровати сделали. Ну, очень тесно. Действительно для наших женщин, которые проживают. В городском Акимате говорят, чтобы решить вопрос перегрузки, теперь в кризисном центре будут принимать только женщин, пострадавших от бытового насилия. Все другие категории будут направлять в приют для лиц без определенного места жительства. Перегруза уже в кризисном центре не будет. Правильно? То есть она будет те же услуги получать, но в другом центре. Здесь вот будут оставаться только женщины, пострадавшие от бытового насилия. Социальные службы пытались даже расширить помещение центра, но строительные нормы не позволяют возведения второго этажа. Сейчас местные власти подыскивают другое, более просторное здание. Ербуламишев, Армания Кубов, Алексей Минецкий, из Павлодара, Хабар, 24.